Из получения святого Иоанна Затаустова на послание апостола Павла к римлянам. Итак, напишем Слово Христово на стенах, на дверях и в сердце. И постоянно будем говорить сами себе, горе нам, когда будут о нас все человечцы говорить доброе. Потому что и те самые, которые говорят о тебе хорошо, впоследствии осуждают тебя, называя числавным, честолюбивым, пристрастным к людским похвалам. Но не так делает Бог. Когда Он видит, что ты любишь славу Его, тогда особенно похвалит тебя, удивится и возвести-то тебе, а человек не так. Но считая тебя не свободным, а рабом, а часто угождая тебе ложную похвалою, состоящую в пустых словах, обыкновенно похищает у тебя истинную награду и подчиняет тебя себе больше, чем купленного раба. Ведь господа имеют рабов для того, чтобы они слушались их в том, что приказано, а ты служишь и без приказаний. Ты не ждешь, чтобы услышать что-нибудь от них, но как только узнаешь, чем можно угодить им, все делаешь, хотя бы они и не приказывали. Какой же гея недостойны будем мы, которые услаждаем дурных людей и служим им прежде, нежели прикажут, а вовсе не слушаем Бога, несмотря на то, что Он ежедневно нам приказывает и ущевает. Если ты любишь славу и похвалу, то избегай похвалы человеческой, и тогда приобретешь славу. Уклоняйся от людских одобрений, тогда получишь многие похвалы и у Бога, и у людей. Ведь и мы обыкновенно больше всего прославляем того, кто презирает славу. Обыкновенно хвалим и удивляемся тому, кто ни во что ставит похвалы и удивление. Если же мы так поступаем, то тем более Бог всяческих. А когда Бог восхвалит тебя и прославит, кто может быть счастливее тебя? В самом деле, каково различие между славой и бесчестием, таково же различие между славой небесной и человеческой. Лучше же сказать гораздо больше до бесконечности. Если же человеческая слава ни с чем не сравнима, постыдна и безобразна, то рассуди. Какою окажется ее гнусность, когда сопоставим ее со славой небесной? Как блудная женщина, находясь на кровле, отдает себя всем, так поступают и рабы чеславия. А вернее сказать, они даже гнуснее блудниц, потому что блудницы нередко пренебрегают некоторыми из полюбивших их, а ты предлагаешь себя всякому и беглецам, и разбойникам, и мошенникам. При помощи таких и подобных лиц устраиваются вами зрелища, возбуждающие похвалы и тех самых, из которых каждый сам по себе, по твоему же мнению, ничего не стоит. Ты, когда они собраны вместе, предпочитаешь собственному спасению, этим показывая, что ты бесчестнее каждого из них. Как же ты не бесчестнее, как скоро имеешь нужду в их похвалах и не бываешь доволен сам собою, если не приобретешь славы от других? Кроме всего этого, скажи мне, неужели ты не понимаешь, что, будучи человеком знаменитым и всем известным, ты имеешь бесчисленное множество обвинителей. Если согрешишь, а оставаясь в неизвестности, ты будешь в безопасности. Да, говоришь ты, зато и заслуга моим удивляется бесчисленное множество людей. Но в том и несчастье, что болезнь, тщеславие, вредит тебе не только тогда, когда ты грешишь, но и тогда, когда оказываешь заслуги. И в одном случае она подвергает тебя бесчисленным укоризмам, в другом же лишает сей награды. Гибельно исполнено всякое бесчестие любить славу в дела гражданских. А когда та же страсть овладеет тобой в делах духовных, тогда какое оправдание останется тебе, не желающему воздать Богу такой же чести, какой сам требуешь от домашних? Ведь и раб смотрит в глаза господину, и наемник обращает внимание на хозяина работы, который должен выдать плату. И ученик смотрит на учителя, а у тебя все напротив. Ты оставив нанявшего тебя Бога, и владыку смотришь на собратьей, хотя сам знаешь, что Бог и впоследствии будет помнить твои заслуги. А человек помнит только в настоящем. Для тебя уготовано зрелище на небе, а ты собираешь зрителей на земле. Борец, где подвязается, там ждет себе и одобрений, а ты, подвязаясь для горнего, заботишься получить награду долу. Что может быть хуже такого безумия? Посмотрим же, если угодно, и на самые венцы. Иной состоит из высокомерия, иной из зависти к другому. Один из насмешки и лести, другой из денег, иной из рабского служения. Как дети во время игры возлагают друг на друга венки из травы, и часто, увенчав кого-нибудь так, чтобы он сам не заметил, смеются над ними, над ним сзади, так и теперь те, которые тебя хвалят, часто сами между собой смеются, возложив на тебя траву. И пусть бы еще только траву на их венец причиняет нам больший вред и губит все наши заслуги. Итак, рассудив о ничтожности его, избегая вреда, сколько, по твоему мнению, должно быть в хвалящих тебя? Сто человек? Или вдвое, втрое, в четверо больше? Даже если хочешь в десятеро? Во сто раз больше? Пусть будет, если угодно, две, четыре, десять тысяч рукоплещущих, но они ничем отличаются от каркающих ворон, если ты представишь себе зрелище ангелов, то эти рукоплещущие кажутся ничтожнее червей, а их одобрение слабее паутины, дыма, сновидения. Послушай, как Павел, в точности узнавший людскую славу, не только недомогает свою, но и отвращается, говоря, «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа» Галатом 6.14. Итак, и ты возревнуй об этой похвале, чтобы не разгневать Господа. А еще, похвалы людской, ты бесчащишь не только себя, но и Бога. Будучи живописным и умея себя ученика, ты и сам не перенес бы равнодушно, если бы он не стал тебе показывать произведения своего искусства, а выставил бы картину на показ простым зрителям. Если это обидно для собратья, то гораздо более для владыки. А если хочешь знать, какие еще есть побуждения презирать людскую славу, то будь исполнен высоких мыслей, смейся над ведьмой, возрастая любви к истинной славе, исполни из духовных помыслов, скажи душе своей, как говорил Павел, «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» 1 Коринфянам 6.3. И, возбудив ее этим, разуми и скажи, «Неужели ты, судящий ангелов, желаешь, чтобы тебя судили нечистые и хвалили, как хвалят плясунов, лицедеев, звероборцев и наездников, которые стремятся к таким именно похвалам?» А ты постарайся быть выше этих кликов, подражай пустынно жителю Иоанну, узнай, как он прозирал народную толку и, видя листецов, не обращал на них внимания. Когда же все жители Палестины собрались вокруг него, удивлялись ему и приходили в изумление, то он не хвалился и такую честь, он восставал против них и, обращаясь к многочисленному народу, как ребенку, поражал их такими укоризнанными. Змеи, порождение ехиднины. Матфея 3.7. Хотя они сходились и оставляли города для него, чтобы верить эту священную главу, однако ничто не смягчило Иоанна. Так он далеко был от славы, свободен был от всякой гордости. И Стефан, видя, что опять тот же народ не чтит его, но не истусствует, искрежещит зубами, поставил себя выше гнева, говорит, «Жестоковыйные, не обрезанные сердца». Деяние 7.51. Илья в присутствии войска царя и всего народа сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена?» Третье отцовство 17.21. Но мы все мстим, угождаем, покупая себя этим раболепным служением их почтения. Вследствие этого не применилось, мы лишились благодати первых веков. Дела христианства пришли в упадок, и все пренебрежено для людской славы. Итак, искореним страсти, тогда вполне узнаем свободу, найдем пристань и тишину, ведь тщеславный подобен обуреваемым волнами, всегда трепещит, боится и служит очень многим господам. А кто находится вне этой мучительной власти, тот подобен достигшим пристани, наслуждающимся полную свободу. Но не таков тщеславный, который скольким бы ни был известен, сколько же имеет и Господь, и всем вынужден служить. Как же нам освободиться от этого тяжкого рабства? Если возлюбим другую славу, славу истинную, как влюбленный, красивое лицо обыкновенно отвлекает от этой любви другое лицо, которое красивее прежнего, так и пристрастненько людской славы может отвлечь от нее слава, воссиявшая с небес. Потому обратим взоры на эту последнюю, узнаем ее в точности, чтобы, удивившись красоте ее, избежать нам позора славы мирской и насладиться многим удовольствием, непрестанно утешая славу небесную, достигнуть которой, да сподобимся все мы, благодатью человека, любием Господа нашего Иисуса Христа, с которым отцу и святому духу слава держа во честь, ныне и пресно, и во веки веку. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok